Хотите создать бизнес, но сомневаетесь? Как решиться? Об этом сегодня видео. Во-первых, важно знать, что сомнение – это хорошо, и позволять себе это. Сомнение и страх – это признак здоровой психики. Когда мы пытаемся избавиться от сомнений, мы начинаем сомневаться еще больше. Тут путь в никуда. Поэтому первый шаг – это принимать сомнения, страхи как нормальный абсолютно процесс, который говорит о том, что вы заходите в новую зону, вы идете во что-то новое. Сомнения – это то, что есть у всех, и страхи. Нет людей, которые не боятся. Но есть люди, которые боятся и делают, а есть те, кто боится и не делает. И задача психолога и задача психологии – не избавить человека от страха. Это невозможно. А перевести из второй категории – те, кто боится и не делает, в категорию тех, кто боится и делает. Поэтому, если вы ищете способы избавиться от страха и сомнений, вам в бизнес не надо. Если же вы ищете способы научиться справляться, выдерживать страхи и сомнения, и продолжать двигаться, вам в бизнес можно и нужно. Потому что именно эта черта является общей для всех успешных предпринимателей. Они способны выдерживать сильное напряжение, то есть сильные эмоции, сильный страх, сильные сомнения, сильную радость, сильную эйфорию. Выдерживать – это значит не разрушаться, то есть сохранять способность думать, сохранять способность следовать своим сознательным целям. И чем выше эта способность, тем, как правило, масштабнее бизнес. Как повысить свою способность выдерживать? Любая внутренняя работа с психологом, духовной практикой, самопознание и так далее, здесь будут вам в помощь. Но есть один важный момент, на который хочу обратить внимание в этом видео, он, возможно, неочевидный. Чтобы легче справляться с своими страхами и сомнениями в деле создания и развития бизнеса, вам важно выбирать такую бизнес-модель, которая будет соответствовать вашим сильным сторонам. У каждого человека есть свои сильные и слабые стороны, которые даны от рождения и мало меняются в течение жизни. И самая выигрышная стратегия – опираться на сильные стороны и стелить соломку под слабые. Для этого нужно, соответственно, знать, в чем ваша сила, в чем ваша слабость. Какой самый лучший инструмент для такого изучения? Для меня это однозначно типология Карла Густава Йонга, которая является в мире такой вот базовой. Это основа для всех абсолютно систем типирования, которые сейчас известны, такие как DISC, Meyerbricks, MBTI, методология Одизиса, Энио, стиль соционика и так далее. У меня есть на канале вебинары на тему типологии. Вы можете их прослушать. Также у нас в Европейской школе психологии есть комплексный курс, где вы можете научиться типировать себя и читать других людей, типировать других людей. Как это может раскрываться в бизнесе? Например, у вас сильная сторона системности, но слабая коммуникабельность. Нет людей, у которых сильно развито и первое, и второе. Вот всегда что-то больше. Если человек хороший коммуникатор, он слабый системщик и наоборот. Это одна из важных таких вот положений в типологии. Тогда вам нужно выбирать бизнес-модели, связанные с построением систем, если у вас системность – это сильная сторона. И наоборот, если вы хороший коммуникатор, вы выбираете бизнес-модели, которые связаны с коммуникацией. Например, любой MLM бизнес – это вот про это, про коммуникации. Или другой пример. Психолог может создавать базу клиентов через сарафанное радио, общаясь с другими людьми. Это хороший путь для того, у кого высокоразвитые коммуникативные способности. А может выстраивать воронку продаж онлайн, то есть систему, используя логическое системное мышление. Это совершенно другой путь. И там, и там можно быть очень успешным, если вы опираетесь на свои сильные стороны. Другой пример. У вас легко возникают идеи. Прямо в голове, на ходу вы создаете целые миры. Но реализовать это у вас получается очень плохо. А может наоборот. Вы человек действия. Сказано, сделано. Но вот придумать что-то интересное, вот здесь проблема. Это тоже противоположные способности. Нет человека, у кого и то, и то хорошо развито. Что делать? В первом случае, например, вы берете партнера, который по психотипу легко реализует. То есть делает. Вы придумали, он сделал. Во втором наоборот. Кто-то придумал, вы реализовали. То есть здесь важно понимать принцип. Мы слабые свои стороны. Либо выбираем такие бизнес-модели, где это нужно минимально, или закрываем эти участки другими людьми, теми людьми, у которых это развито очень хорошо от рождения. При таком подходе, если у вас есть талант к бизнесу, а как это проверить, я рассказываю в отдельном видео, у меня оно есть на канале, ваши шансы создать и развить бизнес, в котором вы будете по-настоящему успешны, которым вы будете гордиться, очень резко возрастают. На этом все. С вами была Кудрявцева Кристина. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok